Звуки под землей и танцы в кромешной тьме. В новосибирском лофте подземка прозвучала безымянная мистерия. Вернее, название у программы есть – No Name. Однако авторы проекта предпочли обойтись без имен и объявления номеров. Как подземное пространство меняет звучание и можно ли увидеть танец практически в полной темноте, узнавала Мария Черешнева. Сначала в зал входит детский хор, уже потом – зрители вслед за звуком. Это не концерт, мистерия. Сами авторы проекта даже называют его некой церемонией погружения в звук. Это соединение света, звука, некого действия, которое, в принципе, если говорить о жанре высокой мистерии, то оно должно, конечно, нести и производить некую трансформацию чувств, вообще ощущения человека. И, конечно, мы надеемся на духовную некую трансформацию в течение концерта. Камерный оркестр, детский хор, солисты, вокал, скрипка, фортепиано. На сцене все участники фестиваля «Сибирские сезоны» разных лет. В программе – музыка современных композиторов. Для нас, для музыкантов, мы не так часто действительно исполняем вот такого плана музыку, которая очень созерцательная, очень мысленная, глубокомысленная именно в этом плане. Минимализм все-таки, он весьма своеобразный и для исполнения, и для слушателей, и для исполнителей, в первую очередь. Потому что очень много резких контрастов, динамических и душевных переживаний тоже. А для усиления этих впечатлений нестандартная концертная площадка. И тот факт, что оркестр звучит под землей, необычная архитектура зала, и да и сама атмосфера, все это повлияло на акустику. То есть качество звука осталось прежним, но, как признаются сами музыканты, во время репетиции они заметили в разных местах зала один и тот же музыкальный фрагмент звучит совершенно по-разному. В мистерию добавили и пластику, только в кромешной тьме подземелья танец оказался почти незаметным. Мария Черешнева, Борис Гладких, Новости ОТС. Мария Черешнева, Борис Гладких, Новости ОТС.